По данным сайта dtp.ru, всего за 2023 год в Воронеже и области зафиксировано 1330 дорожно-транспортных происшествий. Погибло 153 человека, включая 6 детей. Пострадало 1657 человек. По статистике, больше всего происшествия совершено водителями возраста от 30 до 40 лет. Это 27,6%. В Воронеже перекресток на пересечении улиц Шишкова и Лидии Рябцевой считается одним из самых опасных в городе, ввиду того, что отсутствуют предупреждающие знаки. Здесь не указаны знаки, где главная дорога. Эти едут отсюда, с Шишкова. Они не знают, что главная дорога перпендикулярно идет. Не хватает знаков, не хватает светофора. Аварии по три аварии в день. И пешеходы тоже самое страдают. Нужен светофор обязательно. Потому что здесь постоянно не регулируется. Постоянно аварии бьются, заторы и все остальное. По словам жителей, единственный путь к решению данной проблемы – это установленный светофор, который поможет не только автомобилистам, но и пешеходам. Здесь часто происходят аварии. Здесь не все друг другу уступают. И привыкли ездить, как раньше. Где-то буквально 5 лет назад здесь ездили кто как хотел. На данный момент, думаю, что установка светофора решит большое количество вопросов. И уменьшит количество несчастных случаев, аварий. Ну и так далее. Будет только лучше. Хуже точно не будет. Здесь невозможно перейти. Останок вот она, маршрутка. Перейти невозможно. Летят машины с бешеной скоростью. Постоянно аварии. Тут дня не было, чтобы не было аварии. Пройти просто невозможно. Сбивают. Вот прям на глазах. Меня даже чуть не сбили тут. В Воронеже надеются, что городские власти помогут пешеходам и водителям предотвратить дорожно-транспортные происшествия на этом перекрестке. Если вы оказались на данном участке дороги, будьте внимательны и осторожны. Виктор Шацкий, Сергей Артемов, 41-й телеканал Воронеж. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова